Теперь нам нужно настроить страницу о магазине. Она у нас будет в виде лендинга, то есть мы ее сделаем красивым дизайном и с помощью плагина Elementor, который позволяет собирать по элементу страницу как конструктор. Переходим в консоль, страницы все страницы, о магазине, переходим в ее режим редактирования. Справа видите атрибуты страницы, шаблон по умолчанию, выбираем Elementor, полная ширина. Сохраняем изменения. Наверху кнопка редактировать в Elementor. Кликаем по ней и загружается редактор Elementor. Здесь видите, отображается панель слева в виджете, с помощью которых мы будем набирать страницу, а справа отображается текущее состояние самой страницы. Тут, значит, в Elementor для того, чтобы добавить элемент на страницу, нужно выбрать верстку, то есть во сколько столбцов отображать конкретный контент. Первая полоса контента у нас будет отображаться в два столбца. Плюс кликаем и выбираем структуру. Видите, тут можно 3-4 столбца, вот так макет выбирайте. Мы выбираем двойной. Вот, добавилось. Теперь для добавления виджета нужно кликнуть по плюсу левому, и сюда мы положим слайдер, который мы с вами создали. Вот он внизу, Smart Slider, просто переносим, захватываем и переносим. Сразу открывается панелька. Здесь мы выбираем наш слайдер, и все, он отобразился, все просто. Сюда мы кликаем по плюсу и переводим сюда текстовый редактор. Это просто текст у нас. Значит, сюда, вот внизу слева отображается, видите, эта панелька, вниз прокрутили. Удаляем шаблоны текста, и я ставлю скопированный свой, подготовленный текст, скажем так. Так, отлично. Теперь нам нужно настроить стили. Переходим во вкладку стиль. Здесь, значит, цвет текста мы выбираем нашего справа, который вот тут черный. Тут также панель можно смешивать, выбирать прозрачность. Ну, тут все понятно. Черный. Типографику заходим, выбираем шрифт. Мне нравится вот этот шрифт, я его везде беру. Алигерия. И внизу размер. Можно вот этим выбирать. Да? Полосой, то есть, сигбар. Он в андроид разработки называется сигбар. Сигбара можно выбирать, но я могу поставить здесь вот так вот. 16. Отлично. Давайте я вот подумал в стиле. Перейдем обратно. Типографику. 19. Теперь нам нужно, вот видите, некрасиво, что он к краям подходит. Нужно отступы задать. Для этого переходим в расширенные. Отступ внутри. Переключаемся на проценты. И ставим 3. И видите, он выравнивается всех сторон, потому что ссылкой привязана. Если с какой-то конкретной стороны нужно выравнить, то там убирайте ссылку и в конкретную сторону изменяете. И остальные стороны тогда не меняются. Как мы в кнопках делали. Отлично. Теперь нужно сверху добавить нам заголовок, потому что на страницах, созданной с помощью Elementor, заголовки с WordPress не тянутся. Добавляем, ну вот, проще всего наверху, сверху добавить. Вот, наводим на блок, наверху отображается такая панелька. Плюс кликаем, здесь выбираем ширину в один столбец, ну, в одну, во всю ширину. То есть, без двух ячеек, в одну ячейку. Плюс заголовок. Здесь вводим о магазине. Выравниваем по центру. Переходим в стиле. Цвет текста ставим черный. Так, убираем. Понравить типографику. Здесь, ну, шрифт не задаем, просто ставим 40 размер шрифта такого. Отлично, теперь, теперь нужно вставить блок с преимуществами нашего магазина. У нас будет это в три колонки, поэтому установимся вот на последнем блоке, да, вот на этом. И вот по плюсу, и выбираем три колонки. Кликаем по первому виджету, да, и добавляем сюда виджет, иконка с текстом. Причем иконка будет сверху, если хотим слева, вот слева, выходим справа, вот справа, но у нас будет все сверху. Все, значит, вводим заголовок, я его копирую просто с сайта образца. Далее копируем описание. И теперь нам нужно поменять иконку. Кликаем сюда. Вот, я знаю название иконки. Здесь большая база, можете выбрать любую. Чек, вот эта иконка, выбираем ее. Она у нас какая должна быть, круг, вписанная. Здесь выбираем вид иконки, как вписанная. Так, теперь переходим в стиле. В качестве основного цвета выбираем вот такой цвет выделения, который мы указывали желтый везде. Копируем просто с решеткой, да, закрываем, вот. И второстепенный цвет выбираем черный. Теперь нужно настроить текстовую часть этого виджета, поэтому иконку сверху сворачиваем, открываем содержимое. Значит, заголовок, цвет заголовка мы делаем также оранжевым. Цвет текста мы делаем описание белым. Так, теперь типографику, цвет для заголовка главного, шрифт выбираем, алигерия, размер шрифта 25. Сворачиваем типографику, а у типографики описание внизу, но его сейчас не видно, мы сейчас все сделаем. Также выбираем шрифт алигерия. И размер шрифта этого 19. Теперь нам нужно вернуться во вкладку иконка, вот сюда, и настроить размер иконки, размер иконки. Смотрите, мы вперед, видите, как увеличивается, и назад, ее почти не видно. И нам нужно выйти на, можно здесь, просто в стороне 19. Можно просто ввести размер 30, отлично. Теперь нам нужно вот сюда встать, кликнуть на редактирование виджета, вот, карандаш всего. Да, ну, в принципе, мы так в нем находимся, перейти в расширенное. Тут есть фон, в фон заходим, тип фона классический выбираем, кликаем на цвет и выбираем черный. Отлично. Теперь переходим вот наверху в расширенное, да, и здесь отступ снаружи, вернее, отступ внутри на проценты, переходим и 3 везде, со всех сторон ставим. Вот у нас все получилось. Теперь для того, чтобы следующие два виджета так подробно не настраивать по дизайну, мы наводим на виджет, вот, карандаш, то есть на этот виджет, правой кнопкой мыши, копировать, далее наводим на плюс, правая кнопка мыши вставить, правая кнопка мыши вставить, и просто нужно поменять контент. Для остальных виджетов, не настраивая дизайн. Кликаем на второй виджет, здесь вставляем гарантия возврата, описание копируем, так, сейчас мы посмотрим, вот, вот такая, вот так лучше. Теперь следующий виджет переходим в высокое качество и также скопируем справедливые цены, описание, сейчас сайта образца я возьму, Ctrl-C копируем, Ctrl-V вставляем и иконку мы берем, она называется hands, и вот сюда, на английской раскладке, hands, вот, вот у нас этот виджет тоже сделан. Давайте сохраним, чтобы не потеряли все эти изменения, и теперь нам нужно добавить, теперь нам нужно добавить, во-первых, заголовок, ну заголовок у нас же есть, а нет, у нас заголовка, кстати говоря, ну давайте отсюда скопируем вот этот блок заголовок, страницы, копируем, становимся на вот этот секцию, после нее будем вставлять, 6 точек, правая кнопка мыши, вставить, приходим сюда, в стиле, и нам нужно в стиле, в типографике, уменьшить, 20 маленький шрифт, 30 вполне. Так, и теперь в содержимое переходим, и здесь мы должны ввести название нашего заголовка, отзывы наших клиентов. Отлично. И нужно чуть отступить вниз, ставим, ставим, вот выделяем всю секцию, они виджет, в расширенные, отступ снаружи, переходим на проценты, убираем взаимосвязь сторон, и, допустим, ставим 2%. Давайте, 3% нормально. Теперь добавляем, нам нужно добавить сам блок с отзывами, это будет трехколончатая верстка, плюс 3 колонки, добавляем виджет, это уже будет картинка не с иконкой, вернее, не иконка с текстом, а картинка с текстом, вот, пожалуйста. Давайте вставим сюда имя покупателя, да, также я все копирую с сайта образца, чтобы не тратить на это все время, и описание отзыва самого, теперь кликаем вот сюда для добавления аватар-изображения покупателя, у меня все картинки уже загружены, так, загрузить, давайте загрузим аватар-изображение, изображение, вот оно, загружается изображение, вставить менее, вставляем, выбираем это здесь полный, да, далее переходим во стиле, видите, вкладка изображения по умолчанию открыта, нам нужно сделать размер, ширина 48 по умолчанию, далее, сворачиваем изображение в содержимое, цвет заголовка делаем черный, цвет описания также делаем черный, в описании мы делаем шрифт Алигерия, так, размер шрифта описания 19, Алигерия вот 19, теперь нам нужно перейти, теперь мы переходим в расширенный, делаем отступ внутри этого виджета по 3, и вот, пожалуйста, все у нас получилось, теперь давайте скопируем этот виджет и ставим в остальные, но только уже с другими данными, да, теперь нужно добавить фотки, теперь нужно добавить аватар-изображение, все, смотрите, чтобы все эти изображения были одинакового разрешения, чтобы они ровно смотрелись, давайте на втором виджете загрузить, сразу подгрузим два изображения, вставляем, и на третий виджет переходим, там также вставляем изображение, все отлично, теперь вот этот заголовок копируем, встановимся на этот блок, после него это все вставляем, вставляем на вставленный заголовок, и здесь вводим следующую информацию, бренды наших товаров, здесь нужно теперь карусельку такую вставить, для этого добавляем блок в одну ячейку, то есть в одну колонку, плюс, ищем карусель, вот она карусель, переносим, добавить изображение, и выбираем вот такие вот изображения, с брендами, Lacoste, Hymn, Osten, вроде все, создать новую галерею, вставить, здесь выбираем, значит, показывать слайдов на одной странице, три, и размер этих изображений полный, посмотрим сейчас, как корректнее сделать, кликаем сюда, да, перетасуем сейчас, Zara, Osten, Lacoste, вот так вот, ну-ка давайте, так, ну вот давайте, ну вот нормально, вполне, вполне, сохраняем изменения, и давайте, выйдем из этой панели, в консоль выходим, да, смотрите, выходим в консоль, сейчас попадем в режим редактирования страницы, ничего не обновляем, просто давайте во все страницы перейдем, есть у нас вот страница о магазине, наводим на нее и перейти, что у нас получилось о магазине, все круто, кстати говоря, вот тут кое-что можно, смотрите, она у нас в Elementor сделана, поэтому мы можем сразу сделать, редактировать в Elementor, я хочу вот эти маячки, перелистывание сделать, эти точки, возможно, сделать черным цветом, сейчас попробуем это сделать, стрелки, черные, 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 ну, вполне, вот так вот, обновить все страницы, о магазине, перейти, все отлично теперь, смотрите, как хорошо, то есть идет описание магазина, перейти в каталог, можно, наши преимущества, отзывы клиентов, имбраны наших товаров, на этом, настройка дополнительных страниц, завершена, доставка, доставка,